17 июля истекает срок действия Черноморской зерновой инициативы. Президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки. Этот вопрос он обсуждал и с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его визита в Стамбул на прошлой неделе. На встрече, которая продлилась более двух с половиной часов, помимо двусторонней повестки, стороны обсуждали также вопросы безопасности в Черноморском регионе. В ходе пресс-конференции по итогам встречи турецкий лидер вновь озвучил слова поддержки украинскому народу, территориальной целостности и суверенитету Украины. Он также отметил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Мы на практике продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, оказывая конкретную помощь в политической, экономической, гуманитарной и технической областях. Мы также стали страной, прилагающей наибольшее усилие путём переговоров на основе международного права. Мы продолжаем работу по зерновому коридору, надеясь, что срок действия соглашения будет продлён после 17 июля. Мы хотим продления, по крайней мере, на три месяца. Мы ждём этого и будем прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на два года. Турецкий лидер намерен убедить и своего российского коллегу в целесообразности продления сделки. Эрдоган, анонсируя свою скорую встречу с Владимиром Путиным, отметил, что у них общие позиции по зерновой сделке. Вы знаете, у нас идёт подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина. Генсек ООН Антонио Гутерреш направил письмо Путину. «Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре. Таким образом и благодаря общим позициям с Путиным мы внесём вклад в решение проблем наименее развитых, бедных африканских стран». Эксперты уверены, что Турция нацелена на примирение сторон и готова использовать все имеющиеся дипломатические инструменты для сближения позиций Москвы и Киева. Эрдоган и сам неоднократно говорил о том, что Анкара продолжит прилагать усилия для завершения войны на базе переговоров. «Безусловно, визит Зеленского в Турцию имеет большое значение. Он приехал в Турцию не за оружием и финансированием, как это бывает в ходе его визитов в Европу и США. А за посреднической помощью Анкары – в вопросе продления зерновой сделки, а, возможно, и окончания войны. С другой стороны, Россия неоднозначно восприняла решение Анкары передать украинской стороне командиров Азова. Но я считаю, что Реджаптай Бердуган и Владимир Путин – это очень сильные лидеры, которые хорошо знают друг друга, и в итоге они смогут договориться по вопросу продления сделки». По словам эксперта, несмотря на разногласия между Анкарой и Москвой по ряду вопросов, российская сторона осознаёт важность турецкого фактора, как практически последнего канала коммуникации с Украиной и Западом. «У России очень много и других проблем. Ей необходимо обеспечивать своё присутствие в Ливии, в Сирии, а также разобраться с недавним кризисом с ЧВК «Вагнер». То есть, эта война невыгодна ни для одной из сторон. Думаю, что передача командиров Азова украинской стороне не может быть причиной для отказа Путина от сотрудничества с президентом Эрдоганом. И очевидно, что в этой войне ни одна другая страна, помимо Турции, не может взять на себя посредническую миссию. Турция придерживается справедливой и взвешенной позиции в войне между Россией и Украиной. Эрдоган открыто заявлял, что укрепляя связи с Украиной, не позволит ухудшить отношения с Россией. Субтитры создавал DimaTorzok